Весь январь Москва гудела от истории с Хаски-парком в Измайлово. Это место горожане нарекли концлагерем для собак. Животные там, по словам очевидцев, были истощены неухоженно. От Будо, где вынуждены были жить собаки, исходилось врат, что говорило о полнейшей антисанитарии. После вмешательства общественности и председателя Комитета по экологии Госдумы Российской Федерации Владимира Бурматова, аттракцион закрыли, а его владелец уехал с собаками в Тверскую область. Как выяснилось, организатором проката на собачьих упряжках в Москве был известный в Тверской области Николай Рудаков, бывший спортсмен Федерации ездового спорта России, который был исключен из спортивного сообщества за ненадлежащее обращение с животными. После чего он стал собирать собак-ветеранов, создавать свои прокаты и зарабатывать на этом деньги. Похоже, не сильно заботясь о состоянии своих подопечных. Свою бизнес-схему Рудаков решил опробовать в Москве. Но в столице эта история вызвала слишком большой негативный резонанс. Зоозащитники подняли шум, который дорос до масштабов федерального скандала. Но, несмотря на волну общественного негодования, реально решить проблему удалось только после вмешательства депутата Госдумы Владимира Бурматова. Парламентарию пришлось заниматься этим вопросом вручную. Владимир Бурматов позвонил руководителю Измайловского парка и потребовал закрыть аттракцион, после чего он и был закрыт. После этого в Москве у столичных приютов для животных было несколько дней на то, чтобы позаботиться об освобожденных собаках, найти новый безопасный дом. Однако ни один московский приют, ни государственный, ни частный, не поучаствовал в дальнейшей судьбе четвероногих. Я, со своей стороны, считаю, что Владимир Бурматов, безусловно, заслуживает некой благодарности, поскольку он помог в закрытии нехорошего развлечения. Тем не менее, ни один столичный приют не взял на себя ответственность за опеку над безнадзорными животными, поскольку финансированием поступало из госбюджета, а Измайловский парк, в принципе, является московским. Ответственность в любом случае должны нести московские приюты, а их на секундочку там 14. Но ни один из них не пристроил ни одной собаки. Тем временем Рудаков, убедившись, что за собаками никто из зоозащитников так и не приехал, снова вывез их в Тверскую область, подальше от столицы и эпицентра скандала. На родине, как говорится, и стены помогают, и не только стены. Сколько бы местные зоозащитники не боролись с Рудаковым, ни одна проверка правоохранительных и надзорных органов ни разу значительных нарушений не выявила. Было установлено, что собаки имеют вольеры, собаки имеют будки для укрытия, имеется запас кормов, был он показан, мясо-костный фарш. За гражданину Рудаковым заключен договор с ОББЖ на проведение всех необходимых лечебно-профилактических мероприятий. Были представлены документы, подтверждающие вакцинацию, в том числе против бешенства, что является наиболее необходимым. Трупов и иных биологических отходов, как было указано в обращении, при проверке не обнаружено. Собаки в среднеупитом состоянии, активные, бодрые. Так что нарушений ветеринарного, именно ветеринарного законодательства, обнаружено не было. Как могли местные ветеринары и надзорные ведомства не усмотреть нарушений в жутких условиях содержания собак, остается загадкой. Тем временем животные действительно бедствуют. Привезенные им зооактивистами корм они буквально хватали на лету. Было видно, что собаки явно не докармливаются. Этого не отрицает и сам владелец. Это условия, я согласен, что совсем не те. Но эти собаки находятся на личной территории. Это личная территория. В общем, все происходит так, как и есть. Но нет ни одной собаки, ни травмированной, ни ухоженной. Каждое есть, ну, хоть какое-то место. Ну, как-то вот так. Но оно не очень хорошее, согласен. Я более несчастный, нежели эти собаки, потому что каждую собаку нужно кормить. Общественный задается вопросом, почему у нерадивого хозяина не изъяли животных. Кстати, столичным приютом выделяются существенные бюджеты на содержание животных, оказавшихся в такой ситуации. Но, видимо, им было не до этого. И теперь вся педа вновь легла на плечи тверских и московских общественников. Зоосощитники вновь обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, который оказался единственным их союзником от федеральной власти. Теперь парламентарии помогают волонтерам бороться за освобождение собак из деревни Гущино, в которую переехал Рудаков. После того, как проверяющие органы почему-то вновь не заметили нарушений, Владимир Бурматов подключил к решению вопроса руководство Тверской области. Направил повторные запросы в МВД прокуратуру. Мы также обратились за комментарием в надзорное ведомство. И вот что нам пояснили. Прокуратура Андреапольского района по поручению прокуратуры области осуществлен выезд в деревню Гущино Андреапольского района Тверской области с целью проверки содержания домашних животных, собак, гражданином Рудаковым. В ходе проведенного осмотра, проведенных мероприятий, предварительно нарушений в содержании животных, недлежащего жестокого обращения не установлено. Судя по всему, в Москве у Рудакова дела шли неплохо. И с его ездового бизнеса в столичных парках, возможно, кормился не только он сам, но и лояльные ему общественники. Закрытие хаски парка в Измайлово ударило по их интересам и заставило защищаться. На тех, кто встал на защиту животных, а не циничного бизнеса, в сети посыпались оскорбления и даже угрозы. Довольно давно известно, что существуют, по сути, мошеннические организации, которые не стесняясь объявляют сборы денежных средств. Вот только на что. Если животных они не содержат и в помощи приютам не были замечены. Для кого-то страдание животных горе, а для кого-то хороший доход. Настоящие зоозащитники, кто занимается этим за идею, а не за деньги, недоумевают от происходящего и пытаются призвать псевдоколлег из подобных организаций к ответу. И так, по сути, по одну сторону оказались волонтеры-зоозащитники и поддерживающий их депутат Госдумы Владимир Бурматов, а по другую – бизнесмен Рудаков, некоторые ветеринары, которые не пожелали увидеть нарушения в его деятельности, и псевдозащитные организации, размещающие пасквили на зоозащитников в интернете. Не обошлось и без жертв. Один из волонтеров получил травму, пытаясь снять безобразие в собачьем лагере Рудакова. Но помощи от зоо-юристов он не дождался. В настоящее время пострадавшая находится в одной из столичных клиник. В настоящее время я нахожусь в лечебном учреждении, куда была экстренно госпитализирована на прошлой неделе в связи с травмой, полученной мною при ударе палкой в прошлый понедельник во время визита в Гущину. Прогнозов по длительности лечения пока врачи не дают. Сейчас развитие ситуации с собаками в Андреапольском районе Тверской области во многом зависит от региональных структур. Нам удалось взять комментарий у депутата Госдумы Владимира Бурматова. Он рассказал, как можно решить эту проблему. Даже беглое знакомство с условиями, в которых там держат этих несчастных собак, оно говорит о том, что там никакими ветеринарными условиями в принципе даже не пахнет. Там пахнет просто жестоким обращением с животными. И на мой взгляд, эти собаки сейчас могут быть переведены в муниципальный приют. Он наконец в Тверской области появился. Это случилось недавно. И это как раз очень хороший повод показать эффективность вот этого вот и этих несчастных животных перевести в более приличные условия, где им обеспечить нормальное содержание, нормальное питание, значит, ветеринарное сопровождение. И после этого обеспечить их пристройство в добрые руки. Мы будем следить за развитием событий.